Детям разрешается Кстати, мы не представьтесь, просторные библиотеки нового поколения ведут программу Юстина Неконорова и Саша Илюхин. Думаю, пора начинать. Как всегда, старство новостей. Меня тут вдохновило одно событие. Что, уроки домашка началась? Нет, я совсем о другом. Ты слышал, что ульяновский четырехклассник не допустил большой пожар в Сурском районе? Захару Петяеву всего 10 лет. Он еще не изучал курсы ОБЖ. Но, как оказалось, отлично знает, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Что самое важное, не просто знаком с теорией, умеет действовать практически. Взрослые корреспонденты детской программы расскажут подробнее. Село Болтаевка. Улица Тепловка. Вот они, два друга. Поехали. Катались, почувствовали запах гари, остановились, позвали взрослого. Соседа Владимира. Он сетку убрал, и я туда залез. Набрал воздуха и выключил газ. Потом я там увидел Пушка, который сидел на диване. Я махнул, он убежал на улицу. Я потом сразу же выпрыгнул и начал очень много дышать. Захар, ну вот, если честно, если бы я увидела там какой-то дым в каком-то здании, и я бы, наверное, очень побоялась туда бросаться, да, внутрь тем более проникать, и тем более что-то еще там делать. Тебе же страшно, наверное, было? Нет. Нисколечко? Нет. Вот он сейчас сказал, я не боялся. А у них нет. А вот я потом на минуту представил, что могло быть вообще. Вот сейчас состояние такое. Он просто, он у меня такой поздний ребенок, мне 66 лет, ему 10. А для меня это все. И я полдороги плакал, потому что, ну, я бы не пережил. Выдохнули, да. Слава Богу, что все прошло, да. Все закончилось хорошо, но если бы не мужество десятилетнего Захара, то, скорее всего, сгорел бы не один дом, а сразу несколько. В том месте плотная застройка. У Валентина, папы нашего героя, много лет назад огонь погубил отчий дом. Сыну он об этом не единожды рассказывал, так что смелость Захара во многом отклик на ту давнюю беду. Ну, ты был с собой действительно доволен. Захар, ты молодец. Да. У нас растет достойное поколение с активной жизненной позицией, смелое, умное и инициативное. Огромные благодарности родителям за воспитание сына. Благодаря грамотным действиям, бесстрашию юного героя удалось спасти жилой дом от пожара и избежать печальных последствий. За личное гражданское мужество, самоотверженность и решительность, Главное управление МЧС России Пульянской области принято решение о поощрении Захара Путяева. Завтра, 1 сентября, награда найдет героя. В родной 13-й гимназии все уже в курсе, тогда как жизненный курс самого храбреца – скромность. Мальчик старше его. Ну, одноклассница там, девочка. И никто не вступился. Он заступился за нее, дал отпор этому мальчику. И мы потом уже через несколько дней только обыграли. От других мы там узнаем все эти вещи. А оказывается, там директор вызывал, его поблагодарили. И поинтересовался, кем станешь, когда вырастешь. Нам тоже любопытно. Я пока еще не знаю, но буду делать добро людям. Саша, а ты умеешь травим шагом ходить? Допустим, умею. А автомат разбирать? Так, ты меня пугаешь. Ты на что это намекаешь? Хочу узнать, смог ли ты поучаствовать в конкурсе «Гвардеец». О, ну к этому надо упорно и долго готовиться. Откуда знаешь? Наши взрослые корреспонденты подготовили сюжет. Об этом и я уже посмотрел. Хитрец. А я вот нет. И зрители наверняка тоже. Так, в чем проблема? Давайте сейчас вместе все подробности об этом конкурсе и узнаем. Равняй! Мирно! Вольно! Слушаю расписание занятий. Бег, стрельба, строевая подготовка, силовая гимнастика и многое другое. В том числе и творческая часть. Упорно и основательно старшеклассники со всей области готовятся к масштабному приволжскому конкурсу «Гвардеец» в Пензе, куда съедутся участники со всех субъектов ПФО. Всего более 300 конкурсантов, 22 из которых – наши юные земляки. Сейчас они проходят подготовку перед основными состязаниями в Центре патриотического воспитания в селе Ивановка. Как и во многих школах, учеников учат военной подготовке, дополнительные кружки и личная заинтересованность – залог успеха прохождения на подобные конкурсы. На пятидневные курсы приехали ребята из Новоспасского, Ульяновского, Боржирского и других районов. Павел Галаев из Димитровграда вместе со сверстниками проходил подготовку на муниципальном уровне. Среди всех остальных оказался лучшим. Меня зацепило участие, потому что мне нравится то, что этот спорт сплачивает людей наоборот. То есть это хорошо, ты находишь новых друзей, новое общение. Чем сплоченнее команда, тем ближе победа, уверены конкурсанты. В каждом направлении есть свои лидеры. Кто-то лучший по метанию гранаты, кто-то в стрельбе, кто-то за мгновение справляется с разборкой и сборкой автомата. Норматив по разборке и сборке автомата примерно 20 секунд. Многие ребята в него укладываются, но для оттачивания мастерства у них есть целых 5 дней. И в этом им помогают наставники. На левую сторону надо сначала чуть наклонить. Потом вставляем механизм возвратный. Здесь с ними тренируют их военные, военные в отставке, которые, собственно говоря, дают им как раз потенциал, в том числе и спортивный, и знание военных навыков. У нас все дети, они физически по-разному подготовлены, постоянно здоровы. Мы отбирали из группы здоровья только первые категории. Это те, которые могут выносить на физические нагрузки. Потому что действительно физические нагрузки будут большие. Юные бойцы к ним готовы, ведь на кону честь области. Споются, маршируют, отыграют и отстреляются. Цель победить, а мечта? Я мечтаю о мире и чистом небе над головой. Целей добились. Итог – золото по баскетболу. Впервые за всю историю соревнований ульяновская команда стала лучшей. В остальных дисциплинах не призовые места, но и не последние, что уже оценка отлично. Юсина, ты знаешь, кто первым достиг Северного полюса? Дай подумать. Роберт Пири? Ты что, какая умная? Сразу ответ дала. Уроки учу, книги читаю. И еще знаю, что есть предположение, что Фредерик Кук тоже претендовал на первооткрывателя Северного полюса. Если бы Гарри Поттера снимали в России, ты бы исполнял роль Гермионы, как Сизнайка. Да, я такая. Ты вообще к чему про Северный полюс разговор завел? К тому, что ульяновские школьники там тоже побывали. Они проделали непростой путь на ледоколе знаний. А вот про ледокол знаний я не слышала. Хоть что-то ты не знаешь. В следующем сюжете все расскажут. Прикольно. Классный видок из окна. Завораживает, восхищает и вдохновляет Арктика. На этот раз ледяная часть планеты встречала 87 школьников, победителей конкурсов и олимпиад. На ледоколе знаний, учащиеся из Москвы, Брянска, Санкт-Петербурга и Ульяновска. Не просто путешествия, возможность развить навыки и узнать больше о пейзажах, которые открываются с палубы. Лекции и мастер-классы на протяжении всех 10 дней от выдающихся деятелей России. Сотрудники заповедника Русской Арктики, которые были с нами, они рассказывали о том, например, мимо каких островов мы проплываем. И с нами ездил Боярский, это знаменитый полярник. Он покорил и Северный, и Южный полюс. Он, например, каждое утро будил ребят. И он же прочитал лекцию на Северном полюсе. Впечатлений моря, а точнее океан. Северный ледовитый, о котором остались только теплые воспоминания. Когда ты понимаешь, что ты находишься среди десятков самых умных и талантливых людей со всей России, когда ты вместе с ними на Северном полюсе делаешь шаг вперед в будущее, ты осознаешь, насколько это знаменательный момент, как много он для тебя значит. Ульяновские школьники Богдан Солонец и Савва Хапман вместе с руководителем информационного центра по атомной энергии Ольгой Мартыненко поучаствовали в Северном воеже. Подарки от полюса, впечатляющие пейзажи, любопытные белые медведи, моржи, которые встречались на пути. Честно, вдохновил больше всего капитан, который максимально близко подошел к французскому круизному лайнеру и освобождал их ото льдов. Это было что-то невероятное, потому что он подошел настолько близко, чтобы мы могли общаться, как мы сейчас с вами. Курс к новым целям уже проложен. Учиться, узнавать, путешествовать, ведь новый полярный рейс состоится уже в следующем году. Билеты на ледокол, эрудированность и стремление стать лучшим. Это особенно ценят в Ульяновском информационном центре по атомной энергии и готовы помочь подняться на борт. Фух, я как-то подустал. На перемену пора. Перемены без конца. Сюжеты идут один за другим. Я поесть не успеваю, а впереди очень аппетитный сюжет про школьное питание. Кстати, с 1 сентября бесплатно в школах будут кормить младшеклассников горячий обед или завтрак. Обязательно для всех. Также отдельные категории детей будут получать бесплатно двухразовое питание. И чтобы было вкусно, к обеду подключают родителей. В смысле, они будут контролировать качество всех блюд. Подробности далее. С 1 по 4 класс дети питаются бесплатно. Все наши малыши кушают обед бесплатный, получают бесплатное питание. Кроме того, действует программа «Забота». Городская программа, в рамках которой также дети получают бесплатное питание. То есть у некоторых детей и обед, и завтрак бесплатный. Первое, второе и компот за счет государства по всей стране. Теперь горячее блюдо положено без исключения всем ученикам младших классов. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных семей могут претендовать на двухразовое питание. Обязательное условие школьных обедов и завтраков – сбалансированность. Для этого меню ежегодно актуализируется. При составлении нового списка обязательно учитывается и мнение самих учеников. За понравившееся блюдо они голосуют пустыми тарелками. На языке поваров – коэффициент съедаемости. Но главным ориентиром все же остаются нормы санпина. Рыба со столов не исчезнет, несмотря на незаслуженную непопулярность. Дети не очень хорошо едят рыбу. Но мне кажется, это должно быть уже воспитание, наверное, дома. Чтобы родители говорили, что рыбу надо есть, что в рыбе содержится фосфор, что это белок. А вот столь любимых детьми чипсов, сухариков и прочих вредностей в ассортименте школьной столовой нет. И не будет. Работают целиком на сырье, без применения полуфабрикатов. Зато есть специальное меню для аллергиков и детей с заболеваниями желудка. А перечень блюд разрабатывается с учетом потребностей растущего организма. Строгий контроль на каждом из этапов – синоним здорового питания. Поэтому перед отпуском в зал – обязательный брокераж готовой продукции. В составе комиссии присутствует медицинский работник, а также директор или зауч. Поучаствовать в дегустации могут и родители. Я считаю, что у ребенка должно быть разнообразное, сбалансированное горячее питание. Плюсом является то, что в столовую может прийти любой родитель, то есть полностью посетить пищеблок, посмотреть меню, продегустировать блюда и, соответственно, оценить качество продуктов. Кроме того, вся информация о доступном школьникам меню теперь в обязательном порядке должна быть опубликована на сайте образовательной организации и размещена на специальной платформе для проверки Федеральным центром мониторинга питания обучающихся. Меры по увеличению прозрачности призваны сократить количество отравлений и жалоб, а также существенно облегчить контроль за недобросовестными исполнителями. Время рубрик. Я на очереди одна из моих любимых, где университеты рассказывают о своих факультетах. Прошлый раз был гуманитарный факультет Политехнического университета. Странно. Конечно, инженеры и гуманитарные науки. Они отлично дополняют друг друга. Тебе-то откуда знать? А я программу нашу смотрю и знаю, что в следующий сюжет об энергетическом факультете. Привет! Если ты смотришь этот ролик, то можно с полной уверенностью сказать, что тебе не безразлично твое будущее. Конечно, прямо сейчас сложно сделать выбор и решить, кем ты хочешь стать. Поэтому мы решили показать тебе все перспективы обучения в УГТУ. Сегодня инженерное образование актуально как никогда. Квалифицированные специалисты необходимы миру, чтобы развивать новые технологии и улучшать условия жизни людей. Важнейшую роль в этих процессах играет электрическая энергия. Она используется во всех сферах деятельности. В быту, производстве, транспорте, добыче и переработке сырья. Студенты энергетического факультета учатся проектировать и обслуживать электрические сети и системы, грамотно использовать энергетические ресурсы и многому другому, надавая во всем по порядку. Начать знакомство с факультетом мы бы хотели с направлений подготовки. Промышленная теплоэнергетика, ветроэнергетические системы и комплексы, электроснабжение, электропривод и автоматика, техносферная безопасность, материаловедение и технология материалов. А теперь посмотрим, как выглядит факультет изнутри. Учеба в университете – это не только скучные лекции и семинары по теории. В УГТУ открываются современные лаборатории, в которых проходят практические занятия. Сейчас мы находимся в одной из них. Она была открыта совместно с компанией «Легран» в рамках проекта «Высшая инженерная школа». Класс предназначен для проведения занятий по системам электроснабжения и оснащен лабораторными стендами, которые были созданы на силовом оборудовании компании. А вот этот учебный класс был открыт совместно с другой перспективной компанией нашего региона «Митсубиси Электрик». Открытие таких лабораторий на базе УГТУ позволяет студентам совмещать применение полученных теоретических знаний и отработку практических навыков. Одна из первостепенных задач современного мира – это сохранение природных ресурсов, а значит, поиск новых источников энергии. Одним из перспективных направлений в этой сфере является ветроэнергетика. С 2017 года УГТУ готовит специалистов для этой отрасли на первой в России профильной кафедре «Ветроэнергетические системы и комплексы». Специалисты, которых готовит факультет, востребованы не только в сфере энергетики. Выпускники энергетического успешно реализуют себя в сфере защиты экологии, строительстве и даже бизнеса. Какой твой любимый предмет, Истин? И почему? Физкультура, потому что мы там бегаем, играем и в конце играем в пионер-бол. А учитель? Есть любимый? Ну, все. Мне кажется, важно найти того, кто станет для тебя наставником, не только по какому-то предмету, а по жизни. Какие-то философские темы ты затрагиваешь. Я это все к очередной рубрике подвожу. Наставником быть. Неожиданная и, казалось бы, несовместимая коллаборация двух предметов. На урок разрабатывали профессионалы, математически подсчитав всю суть произведения Шекспира «Гамлет», предварительно вспомнив прочитанный материал и урок информатики. И тогда тема нашего сегодняшнего урока – это знаковая модель. Потому что на рисунке как раз чем было все обозначено? Знаками, образами. Идея урока пришла не сразу. Работали в паре, где молодой и современный взгляд начинающего учителя информатики Натальи Кармановой отлично дополнял колоссальный педагогический опыт Ирины Григорченко, заслуженного учителя России. По итогу синтезированный и незаурядный подход к преподаванию. Мы убедили через форму одиночества Гаммана, что все это произведение нарушится. В то время как нейронные связи у детей выстраиваются. Творчество и мастерство преподавания помогают сделать каждый урок неповторимыми, потому как сама работа любимая. Это каждый день что-то новое во всем. В общении с детьми. Вы можете себе представить, чтобы дети были постоянные и здесь каждый день не было какого-то, я не знаю, сумасшествия в хорошем смысле, взрыва. То есть ты не знаешь, что день грядущий нам готовит. Сама Ирина Александровна уже не первый год готовит высококлассных специалистов. Она наставник уже для третьего учителя и считает такой опыт полезным для обеих сторон. Молодым передает опыт, учась современным практикам. Наталья Васильевна в школе относительно недавно и закрепиться в профессии, полюбить ее, помог именно наставник. Ирина Александровна со всеми знает, кому позвонить, что сделать. Ирина Александровна знает, к какому ученику какой подход найти. То есть даже если учесть, что мы ведем диаметрально противоположные предметы, русский и математика, метод общения с детьми, подходы к общению с детьми, все одно и то же. И все это работает, и я надеюсь, что дальше, когда-нибудь я подрасту, у меня будут свои наставляемые, и я также буду передавать свои знания. В планах стать лучше, а индикатором безупречности учителя выступают ученики, демонстрирующие хорошие результаты и желание идти на урок. О, моя любимая рубрика сейчас будет? Рубрики «Тихий час» нет. Очень смешно. Я про рубрики «Взрослые ответят». Этот раз у нас в гостях представитель молодежного правительства. О, класс, будет что обсудить, над чем пошутить. Общий язык, в общем, мы точно найдем. Не мы, а Милана Братчикова. Ей слово. С вами Милана Братчикова и моя рубрика «Взрослые ответят». Сегодня у меня в гостях при секретах Дома молодых Ванда Аисова. Здравствуйте. Привет. Ванда, внешне вы очень молоды, а в душе на какой возраст вы себя чувствуете? Сразу каверзный вопрос. Ну, говорят же, да, что молодежь, там, это от 18 до 35. Наверное, наверное. В душе я себя чувствую вот где-то в этом промежутке. Ну, пусть будет 29. Вот, внезапно так. Какие планы у молодежного правительства на молодежь и какие движухи нас скоро ждут? Ну, насчет молодежного правительства тут, я так думаю, это что-то более глобальное. Я могу рассказать про Дом молодых, да, что у нас... Мы под эгидой, да, Министерство молодежного развития Ульяновской области. Мы подведомственная организация. Но, тем не менее, наши проекты, которые мы сейчас реализовываем, ну, буквально вот каждые, не знаю, каждые выходные, да, у нас мы стараемся что-то проводить или там День города, да, допустим, Птичий базар интересная такая история, трамваи ночные, то есть это примерно еще, по-моему, месяц точно будет эта история продолжаться совместно с ночной мэрией, когда вот ребята ездят, либо это литературный трамвай, либо музыкальный, театральный, по-моему, стендап, то есть, ну, какая-то такая история. Форум про добро тоже вот в скором времени у нас планируется. Служба психологической помощи молодежи. На самом деле, проектов очень много. Я думаю, лучше заглянуть в наши соцсети, и мы там подробно обо всем говорим. Так, каким проектом вот вы сами очень гордитесь, вот прям запал вам в душу? Ох, не знаю даже, как сказать. Ну, вот хотя бы пару проектов. Пару проектов. Ну, на самом деле, интересный очень был проект «Туристический поход для молодежи». Мы с семьей очень любим такие вещи. У меня муж активный турист. И вот мы ездили уже, были в Ломах, в Барышевском районе. И вот это, на самом деле, здорово, что ты можешь выехать куда-то в уголок области, да, где ты родился, где ты живешь, и узнать что-то новое, что-то интересное. И очень душевный проект «Арт-мастерская до молодых». Когда мы просто сами, своими руками, с ребятами, организовывали пространство в нашем доме, чтобы там проводить какие-то мероприятия, и там нашли новых друзей. А не трудно ли вот, по вашему мнению, работать с молодежью? Потому что ей тоже иногда очень трудно угодить. Ну, молодежь, она же, она очень разная. И это классно. Ну, я сама мама молодых людей. И как-то мне всегда было интересно, чем они занимаются, да. Поэтому я так много там, ну, немного, но знаю что-то там, допустим, о скейт-движении, да, в нашем городе, в области. О, там, об искусстве, да, потому что там одна дочь художница, два сына скейтеры, там, младший, там, своим интересуется. То есть, ну, мне не трудно, мне интересно. И я надеюсь, что я в чем-то, ну, благодаря какому-то уже накопленному опыту, как раз могу помочь в реализации чего-то. И это тоже здорово. Думаю, вот школьники, которые нас смотрят, будут задаваться вопросом, какие же оценки в школе вы получали? Оценки? Ну, нет, я не буду обманывать, что я была круглой отличницей, конечно, нет. Но четверки, пятерки были всегда. То есть, ну, тройку у меня в школе не было. И в школе я всегда давала списывать. То есть, мне было интересно, в математике, допустим, я быстро решала задачи и успевала прорешать вариант свой и соседа. И со мной очень любили дружить. Так, всегда с вами было занятое место на математике. Да, на математике точно. Так, в кем вы в детстве мечтали стать? Ой, когда я только пошла в школу, у нас была очень молодая учительница Ирина Владимировна, и я хотела стать учителем начальных классов. Потом я хотела стать актрисой. А потом уже в старших классах, ну, я не знала, на самом деле, кем я хочу стать. Просто мне была интересна математика и информатика, и поэтому я пошла учиться на программист. Ну, что-то пошло не так, да. Так, проверим ваше знание, как вы разобираетесь в молодежном сланге, раз у вас дети, все-таки вы должны как-то ориентироваться. Но, предупрежу, прям действительно сложные слова мы на этот раз подобрали. Так, а когда с человеком может произойти дрожжемент? Вот, как в вашем... Как вы думаете? Ну, хотя бы предположить. Ну, может быть, это что-то, что его взволновало, испугало, не знаю, ну, то есть состояние дрожания, испуга. Можно взять помощь друга? Ну, к сожалению, такого нет у нас опции, но вы практически угадали, как бы, дрожжемент, это передает настроение, как бы, страх и напряжение. Ну, вот вы, считай, и знаете. Отлично, первая галочка. Так, и что может означать слово «эвэйдить»? Это действительно с главочкой. О, боже, это же мой. Так, ну, явно это не связано с ивентом, скорее всего, да, то есть... Скорее всего, это что-то английское, но английский я давно забыла, поэтому... Ну, никак со встречами не связано, да? Нет, нет. Так не угадала. Ну, вот дам вам небольшой подсказку. Вот, произошло это слово от английского «эвэйд». Я догадалась, но мне не помогло. Честно, я не помню такого слова в английском языке. А, ну, нет, ну, не события уже, да, то есть... Всё, сдаюсь. Это означает перехватить тему, либо внимание. Ну что, в любом случае, думаю, что вы справились с вопросами неплохо, и экзамен сдан. Вас благодарю за приятную встречу, а со зрителями не прощаюсь. Увидимся в очередных рубриках. Милану Братчикову мы не отпускаем. Она нам расскажет, что интересного нас ждет в Ульяновске. Навигатор по активностям. Следующая рубрика. С вами снова Милана Братчикова и моя рубрика «Навигатор по активностям». Сориентирую вас, куда пойти и чем полезным себя занять. 27 сентября в Ульяновском театре кукол пройдет спектакль «Как найти друга специально для тех, у кого с взаимоотношениями проблемы». Проблемы. Добрая и детская постановка подарит позитив и, возможно, новых друзей. Но хочу отметить, возможно, взрослым ребятам будет там скучновато, а поэтому для вас другой спектакль. Предложение, которое пройдет 29 сентября. В кукольном спектакле по пьесе Чехова, которую он сам определял как шутку в одном действии, на сцене разгорается отнюдь не шуточные страсти. Тем интереснее смотрится и воспринимается чеховский текст. В интерпретации театра кукол. Все мы в какой-то степени куклы-игрушки в руках злодейки судьбы, когда пытаемся устроить свое счастье, но не так, как велит нам наше сердце, а так, как диктуют нам взгляды, расчеты и стереотипы. Что еще можно посетить в Ульяновске? Есть предложение посетить Кванториум. Если вы там ни разу не были на улице Железной дивизии, как раз открывается такая возможность. Но нужно набрать для этого небольшую группу и записаться на экскурсию. Она совершенно бесплатная. Пока. На этом все. Смотрите Навигатор и не теряйтесь. С вами была Милана Братчикова. До встречи. Пока-пока. Новости, рубрик, беседа со взрослыми. Все позади. Это финал программы. Второй выпуск «Детям разрешается» подошел к концу. И лично я скажу, мне нравится то, чем мы занимаемся. Ведь здесь есть все. И развлекательные моменты, и сюжеты, и афиши, события. Что еще нужно? Поесть. Опять ты заладил. Я шучу. Согласен с тобой целиком и полностью. Но нам нужно прощаться. Эфир мы ввели из-за уютной библиотеки нового поколения. Где увидимся в следующем выпуске. Я Саша Илюхин. А я Юстина Никонарова. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!